Отношение к тому, чтобы желать общаться со своими братьями и сестрами, присутствовать на богослужении вместе, возносить молитвы, благодарения и все прочее. Жертва и скромная жертва общения с братьями. И еще и второй момент. Это вот обязательное наше, что у нас есть устав. Мы по уставу должны ходить на собрания. И второе. Когда у нас были праздники, и они часто были, мы все вставали и говорили, ах, как нам тут хорошо. Да когда ты был, или твое мнение уж настолько резко изменилось, что вдруг тебе стало тут тесно и неуютно, и ты пошел туда, либо ты был лицемером. Вот я делаю такие выводы, что как это так было хорошо, хорошо, ты любил, любил, и вдруг твоя любовь оборвалась. Ее больше нету. Сердце твое уже не горит к этой встрече к нам. Вот я нахожу два таких момента важных. Ну и потом, какие бы дела они не были, какие бы не важны, вот ты когда их оставляешь, то ты приносишь жертву. Жертву. А таковые жертвы угодно Богу. Жертву общительности со своими братьями и сестрами. Это угодно Богу. Валя, сходи на улицу, там накачали ребятишки у меня, чтобы принесли сумку сюда. И здесь побыли маленько. Это первую любовь. Да. Сходи. Именно вот эта любовь и теряется, первая любовь. Я говорю, что садвину вас, ваш светильник. Да. Третья глава оправления. Да. Держи все время на руках, чтобы не испортить. Да. В Еферской церкви было сказано, а за то, что ты потерял первую свою любовь, я садвину твое светильник. Вот они отпадают, потом он начинает шаг за шагом и отпал. Все. Хоть ты останавливай их, хоть не останавливай. Нет. Вот это вот сейчас неправильно говоришь, Люда. Ну как же, ты действуешь правильно, а временами начинаешь говорить совсем не в ту сторону. Хоть останавливай, хоть не останавливай. Останавливать-то нужно. Ну нужно. Потому что ты любишь его, потому что ты любишь ее и говоришь об этом. Я уже поняла. Исходя из этого. Надо узнать причину, почему человек уходит, надо с ним поговорить. Вот здесь как раз момент обличения. Да. Вот он момент обличения, ради которого Надя вот все это говорит. Вот момент обличения. Вот он этот момент. Что я? При собрании, вот при собрании. Вот, Игнатий Ильич, реально я вот к своему стыду могу сказать, что не помню устав наизусть. И не могу сказать, что записано это в нашем уставе, что мы обязаны посещать собрания. Богослужение понятно. Нет, такого нету. Это желание. А обязанности посещать собрание нет такого правила. Нету. Значит, не на... Нету. У нас единственное правило, это согласно канонам. Если две-три службы воскресных пропустил без уважительной причины, значит он вне общины. Он должен... Тогда нету. Тогда все смотрят. Нету. Даже в субботу не посещают, нет правила нету. А люди этим пользуются. А ты всегда бери больше того. Тебе писавшие правила, они не могли все говорить. Вот, смотрите у меня сегодня какие. Заходите сюда. Все, иди сюда. О-о-о. Садись вот туда, садись. Вот какие у меня. Где Тарасик? Тарас, на улице. Ну-ка, Тарасика сюда надо звать. Сумочку поставь, возьми. Тете Таня, отдай его. Подожди. Тете Таня. На стол поставь. Тете Таня отдай. Это ее, тете Танина. Вон она, где. Тете Таня отдай. Тете Таня. Это она кормила нас. Это мне отдали сегодня правнуков на воспитание. Приехал Саша тут был. Все по согласию. Отец их. Вот, побудьте маленько с нами. Не с нами. Не здесь. Тарасия позвать надо. Где он там? Брата ее. Давай. Ну все, правил этого нету. Да, да. Как раз из первого кореньа надо бы сказать. Вот мы разбирали этот вопрос. О-о-о, нашлись, ребята. Посидите маленько, послушайте. А то у нас занятия идут. Потом вас кое-что спросим. Любовь Николаевна, слушаем. Давайте дополним еще вот это наше обсуждение, которое вот начали мы записывать. Седельник. Обсуждение? Кого мы обсуждали? Почему мы там находили, так почему мы там сами. То есть мы обсуждали тему. Мы обсуждали проблему. Тему. 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 Погромче. Не слышно. Ага, я не слышу. Что она там считает? Громче. Вас постигло искушение. Не иное, как человеческое. И верен Бог, который не попустит вам быть искушаемым из сверх сил. Но при искушении даст и облегчение. Так, чтобы вы могли перенести. И так, возлюбленные мои, убегайте идолослужение. А что есть идолослужение? Вот кто не был на занятиях, мы рассуждали об этом. Что идолослужение может быть все. Идолослужение может быть и твоя дача, и твой внук, и внучка, и твое чрево. Что угодно. А не только, чтобы ты конкретно поставил идола и молишься этому идолу. А на ней есть идолы. Да. Мы после той беседы, возвращаясь домой на остановку, к остановке, пока шли вот с сестрами. А я говорю, я вдруг нашла у себя идола. А какого? Это я очень люблю дома заниматься чистотой и порядком. Наводить в доме чистоту и порядок. Это мой идол. Потому что я другое бы время вот думаю, ой, да нет, я сейчас пока не буду сидеть читать. Я лучше вот здесь подотру, вот тут вот подмою. И я отложила то духовное дело, а занялась вот этой чистотой. И вот до меня это так ярко дошло, что у меня тоже есть идол. Это моя чистота и порядок в доме. Я им служу только вот, чтобы в огороде был порядок, чтобы в доме был порядок, чтобы у меня везде все было вот так вот. Ну у кого, у тебя это, у другого леность идол. Лежание на боку тоже идол. Тоже идол. Да. Вот жить, вот там все просто. Твоё тело, ах, мне легко, мне мягко, вот мне надо понежиться. Вот это тоже идол. И все, я отказываюсь. Да, чрево, я уже сказала. Бесконечное еще причем. Все, я сыскала. Первого ты достигла, не на уровне, что у тебя чистота и порядок действительно. Стерильно все. Не, 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 уже не стерильно. Нет, видишь. Ну, второго достигай, я тебе прямо желаю, что ты такого уровня достигла и в духовном плане. Спасибо, Христос, дубычка. Во славу Божию. Нам и всем так нужно. Вы какие-то вопросы хотели задать отрокам? Да. Ну, задавайте. Нет вопросов. Отрокам вы хотели задать вопросы? Ну, я так сходу-то не знаю, я еще мало слушал вас. А вот сейчас пройдет какое-то время. Хорошо. Потому что мы, видите, я долго кормил. Они едят очень тихо, и поэтому пока мы закончили там. Вот. Но мы, собственно, еще и не начинали. Это все была преамбула наших занятий. Она такая вот пространная получилась. Мы изучаем первое послание апостола Павла Коринфянам, 10 главу. Мы закончили в прошлый раз 15 стих, и сегодня мы вернемся к нему. Короткое толкование и продолжим. 15 стих. Я говорю вам, как рассудительным, сами рассудите о том, что говорю. Назвав дело их и долослужением, приписал им великое преступление. Теперь смягчает строгость своего слова. Самих виновных поставляет судьями, что свойственно только тому, кто, несомненно, уверен в истине своих слов. И говорит, я не нуждаюсь в других судьях. Вы, как умные, сами судите. Ну и 16 стих. Чаша благословения, которую благословляем, не есть ли приобщение к крови Христовой? Хлеб, который преломляем, не есть ли приобщение тела Христова? О великом таинстве говорит. Видите, слово преломляем, чаша благословения у православных это не звучит. А те, кто не православные, там разные, у них это постоянно повторяется, потому что они считают Слово Божие. А как? Причастие. Прищешался, прищешался, счастье, прищешался. Все, батюшка, тело и кровь Христовая, они еще слышали, а что чаша благословения, скажи, они не поймут, о чем говоришь. И что преломление, они за это преломление хлеба. А Господь так назвал. У православных это не практикуется. Ну, кое-где священники учат, там знают. И вот мы для того, чтобы в православии эти слова сделать на слуху. Ну и жить, соответственно. Толкование. Благословение, то есть благодарение. Ибо держа чашу в руках, мы благословляем и благодарим того, кто излил за нас кровь свою и удостоил неизреченных благ. Вот написано, держа чашу в руках. Кто из нас чашу держал в руках? Да никто, только батюшка держит в руках чашу. Но тем не менее, мы присутствуем при этом акте и как бы держим вместе с ним ее. Не сказал участие, но приобщение. Кто излил за нас кровь свою и удостоил неизреченных благ. Не сказал участие, но приобщение, дабы выразить нечто большее, именно теснейшее единение. Слова его имеют такое значение. Находящееся в чаше есть то самое, что истекло из ребра Христова. И когда мы принимаем оное, то входим в общение, то есть единение со Христом. Не стыдно ли вам, коринфяне, перебегать к чаши идольской, от той самой чаши, с большой буквы, которая избавила вас от идолов? Стыдно. Что не претерпел Господь на кресте, ибо кость его не сокрушилась. Иоанна 19, 33, 36. Найдите, если найдете. Иоанна 19, 33, 36. Что не претерпел Господь на кресте, то претерпевает Он ныне, будучи ломим за нас. Какая фраза, вот она, я уже не первый раз читаю, а вот сейчас только осмысливаю ее с большей глубиной. Что не претерпел Господь на кресте, то есть кости его не сокрушились, то претерпевает Он ныне, будучи ломим за нас. Ибо говорит, который преломляем. Слова «приобщение тела Христова» значит, как то тело соединено со Христом, так и мы через этот хлеб соединяемся с Ним. Это говорит о чем? Это говорит о том, когда мы приходим во время поста к причастию. Вы причащались в этом посту? Да? Ну вот, видишь как. Евангелие от Иоанна. Громче только. Евангелие от Иоанна, глава 19, с 33 по 36 стих. Но подойдя к Иисусу и увидев, что Он уже мертв, не перебили у Него голени. Но один из воинов копьем пронзил Ему Бог, и тотчас истекла кровь и вода. И видевшись, засвидетельствовал, и истина свидетельства Его. И Он знает, что говорит истину, дабы вы поверили. Ибо это произошло, да сбудется Писание, кость Его да не сокрушится. Ну вот, как раз это место, вот оно приведено в подтверждение вот этого стиха, что центральное место всего практически нашего православного богослужения. О чем мы, конечно, должны говорить только в кругу своих верующих людей. И когда мы занимаемся проповедью, благовествуем от благовестия, да, мы там, то мы этот вопрос только вот упоминаем о нем, не входя в рассуждение о сути Его. И добавить мне можно еще Евангелие от Иоанна из шестой главы. Здесь тоже говорится еще, когда Господь ходил со своими учениками, как Он им объяснял. О своей плоти и крови. Шестая глава, с 53 стиха. И Иисус же сказал им, истинно, истинно говорю вам, если не будете есть плоть Сына Человеческого и пить кровь Его, то не будете иметь в себе жизни. Едящий мою плоть и пьющий мою кровь имеет жизнь вечную, и я воскрешу его в последний день. Ибо плоть моя истинно есть пища, и кровь моя истинно есть питье. Едящий мою плоть и пьющий мою кровь пребывает во мне, и я в нем. Ты снимать можешь, да? А ты можешь снимать? А еще не надо. Вот на экране смотри и направляй, на кого надо я разговаривать. Допустим, вот смотри, сейчас тебе покажу. Хочу вот этим пальчиком. Это тебе не касается. Вот, гляди. Вот он, видишь? Все, только вот этот экран не тряси на него, чтобы видно было. Вот сюда руку просунь. Вот сюда вот, чтобы не уронить. Вот и направляй на него. Вот, кто говорит. Я немножко, несколько слов хочу сказать. Вот здесь говорится, кто не будет есть плоти сына человеческого, не будет иметь в себе жизни. Мы знаем, что причастие там, где есть истинно рукоположенное священство. И вот мы видим вокруг нас люди, вот все возьми, двухэтажные, там, пятиэтажные, двадцатиэтажные дома. Все эти люди православные. 70-80 процентов. Они не отрицают, ходят, и когда нужно, причащаются. Ну, когда нужно, беда какая-то, заболел, неисцельно, притом заболел, врачи не помогают. Жизни нет, причащаются, жизни нет. Священник каждый раз, когда причащает, он не просто должен произнести слова, а сказать. Вот больница, забитое кладбище, это из-за того, что недостойно причащались. Многие больны и немало умирают. Но эти слова-то никогда не говорят, чаще исповедуются, чаще причащаются. Это главный лозунг сегодня. А сегодня мы с обратной стороны смотрим, говорят, такие люди имеют в себе жизнь. Жизни-то никакой нет, это мертвецы. Это кладбище, я называю скотомогильник. Если она жизнь, она должна проявляться жизнь. Вот я беру, допустим, какие-то неправославные, у них нет настоящего священца, те же баптисты. А жизнь ключом идет. Настоящие проповедники, благовестники, хорошая семья, такие они труженики, работники. Я когда говорю, так что, как это, Феодосий сказал Печерский, кто хвалит чужую веру, тот свою хулит. Я не хвалю их веру. Не надо путать. Вы, Феодосия, посмотрите, я веру, я их не хвалю. Я говорю, что они уверовали во Христа, и это правильный момент. Они лично сами уверовали, сознательно приняли крещение. Это положительно. Так это не баптистское, это евангельское. Они случайно себя выделили, евангельские христиане. Заметьте, когда название себе какое-то. Как будто бы есть христиане, не евангельские. Оказывается, есть. Есть вера живая и мертвая. Есть вера бесовская. И об этой бесовской вере не кто-то говорит, а Дмитрия Смирнов. В храме, в Москве, очень известный человек. У нас, у православных вера, это бесовская. Почему? А потому что творят дела бесовские. Ложь, обман, пьянство, прелюбодеяние, жизнь для мамоны. Ну, нету просто желания у людей служить, как должно быть. Почему? Да, конечно, причащается, должна быть жизнь. Причащие должно быть связано с отдачей Христу. А у сектантов как? Вера. Я верую, я спасен. Мне уже не надо никому обращаться. Пошли там святые, Божья Матерь. Я спасен. Спасен я от блуждания, пытливого и гордого ума. Да ума-то никакого нет. Что ты спасен-то? Ты разве не слыхал, вера без дела мертва? Веры недостаточны за спасение. Ну, написано, верующий в Сына Божий, имей жизнь вечную. Ну и что, достаточно? Достаточно уверовать, быть блудником, быть вором, коррупционером, и ты спасен будешь. Но ты дальше продли эти слова. Библию надо брать в совокупности. Сектанты имеют жизнь. Жизнь имеют. И не какую-то по Евангелию. Но они не церковь. Меня никак не могут понять. Как так? Вы нас говорите хорошо. И в то же время не церковь. Прям не слушал бы вас. Но я должен сказать, потому что нет рукоположенного апостольского священства. И это необходимо. Я их отсылаю никуда-то. Ну, у нас не так. Идите к католикам. Получите рукоположение. Нет. Григориевым, армянам пойдите. За ними то не счастливится, что за православными. Ну, нет такого у них. Их и не слыхать не видать. Копты, сирийцы там вообще. Сходите. Получите. Нет. Продолжайте. Я на эту тему, Игнат Тихонович. Я пример просто... Да, я пример просто хочу сказать из жизни, какой произошел по этому поводу. О причастии. Когда у меня сестра-то... Можете играть идти. Когда сестра у меня... Играть можете идти. Качаться, бегайте. Потом позовем. Или сидеть хотите. Как хотите. Можете посидеть, послушать. А можете пойти. Только на улицу не выходите. На качелях будьте. Когда у меня сестра... На смертном одре уже я пригласила священника. Пригласила священника. Было. И священник, который приехал для того, чтобы ее исповедовать. Ее там принять у нее... Посмотри, как они там. Пронести крещение ей. Когда он приехал и прошел этот чин, все, что он хотел сделать. Единственное, я сказала, что она должна вот перед смертью исповедоваться. И я... Лист, который мы с ней подготовили. Он на меня так замахал руками. Говорит, женщина, вы что себе позволяете? Какая исповедь? После крещения у нее все... Все грехи ей прощаются. Я говорю, она... Я смею вас перебить. Она меня попросила сделать так, как я крестилась. А я крестилась через исповедь. Меня священник исповедовал. Потом допустил до крещения. Ну, уж не стала там говорить о том, что целая комиссия потом была. И потом я только уже приняла крещение. Она сказала, как я, как я ее сестра, так и ты сделай со мной. Я имею право выполнить перед смертью ее завещание. Он так посмотрел. Ну, вообще-то имеешь. Взял этот лист и стал читать. Когда он стал читать, он на такие глаза на меня повернулся. Говорит, ну вы даете. Вы что тут понаписали-то? А я говорю, а что? Кого она у вас убила-то? Он мне говорит, кого она у вас убила? Я говорю, убиенных в очереди этих... Я говорю, так вы прочитайте. Он говорит, ну это что, аборты? Я говорю, ну да. Ну и дальше он продолжает все с ней это. Потом говорит, так это мне придется ее полностью все вычитывать. Я так посмотрела на нее, что вычитывать? Что ее крестить нужно? Вычитывать все. Что ее нужно еще причастить? Что соборование провести? Перед смертью-то? Он так посмотрел на меня, говорит, ну ладно. Ну и начал этот весь процесс. Все-все-все-все. Я там на коленях встала, вы будете крестные. Я все там повторяла. Единственное, когда он мне сказал, будешь повторять, да воскреснет Бог, а потом, когда я буду передать им, отрекаюсь, отрекаюсь, ты будешь сама говорить. Я говорю, да. А она машет рукой, лежит вот так рукой, сама. Он говорит, а вдруг она пропустит? Она говорит, не пропущу. Она его перебивает, не пропущу. Он говорит, господи, что мне тут с вами это? Ну, короче, она слышит, она отрекаюсь, она отрекаюсь. Там это все такое. А потом, когда она стала ее причащать, он говорит, вот вы уже не едите-то, 12 дней. Вот я вам сейчас дам хлеб, и потом я дам вам вино. Я говорю, батюшка, подождите, простите меня, подождите. А он говорит, еще что? Я говорю, я к ней обратиться хочу. Он говорит, я говорю, можно? Он говорит, можно. Я, она лежит, я к ней говорю, Зина, вот все, что происходило, служба, вот все, что ты сейчас, целый час мы слушали, это то, что при осуществлении этого вина и при осуществлении этого хлеба превратилась в кровь Христова. И это стало не хлеб, а это тело Христова. Вот ты теперь повторяй за мной. Причащай, ты скажи, что это страшные, Христовы, тайны. И вот она, ей потребовалось минут пять это повторить. Она слово скажет, молчит, слово скажет. И когда она все сказала, он говорит, ну что, можно мне продолжать? Я говорю, батюшка, вы мне простите, Христа ради, я вот уже надела столько бед с этим крещением. Ну, он стал с ней продолжать, она все это все приняла. Он потом уже, когда все это мы прочитали, все он ее, это само соборное провел, он стоит и говорит, женщина, что вы наделали? Я стою, ну господи, что же я надела? Стала с коленей, говорю, а он поворачивается, уже все закончилось, можно было разговаривать. Он говорит, что вы наделали? Я думаю, ну сейчас он мне тут, он говорит, вы же ее вытащили, вы же ее из ада вытащили, вы же ее спасли душу. А я стою, думаю, а вначале я подумала, что он не верующий священник, оказывается верующий. Я говорю, я рада тому, что вы, батюшка, в это поверили. Крещение двоих было, наверное. Рада, что вы в это поверили. Он говорит, вы же представляете, что вы за 7 дней, находясь около нее, вы ее довели до такого состояния. Я говорю, нет, батюшка. В 93-м году я уверовала, я им позвонила, можно я буду за вас молиться, чтобы Бог вас привел к вере. Они все мне четверо сказали, можно. Я уже с 93-го, а сейчас 13-й год, она умирает. 20 лет я молилась за них. Это не 7 дней. 7 дней я ее готовила. Считай, мы не спали, она не ела, и я там это. И мы готовились. И она и плакала. И распис-бросьпись ее поставила, что она, вот она исповедовалась, она расписалась. Я писала, она это. Он говорит, ну вы даете, вот это да. Я говорю, не 7 дней. Ну он, смотрю уже, он уже ко мне расположился. Так вы откуда? Вы не из Потеряевки? Я говорю, да, из Потеряевки. Вы не это. Он говорит, да к нам ваш епископ приезжал. Епископ Сергий, когда ехал, он к ним заезжал в Омск. И он с тем епископом, с ихним, они общались с омским. И говорит, и рассказывал много-много о том, что есть такая община, что это. И они с епископом решили к вам поехать. И я должен был с ними тоже поехать. И он мне объясняет. Ну в общем, говорит, наверное, мы к вам приедем. Вот было это в августе. Он говорит, осенью поедем. Но я тут не знаю, что подарить. Я ему подарила к истинному православию. У меня книга тут была. Хотела для Слова Божия нет уст, а у них не было. И я ему подарила. И потом пошла провожать. Так он раз за три подбегал. И все, хотел мои руки поцеловать. Это вы, это вы. Я говорю, нет, это не я. Это сделал Христос. Это сделал Христос, который нас спасает. Я тут пешка. И звать меня никак, и никто я. Я только исполняла волю Божью. Потому что я являюсь сосудом, который хоть немножко что-то знает о крещении. Что-то в меня влито было столько. Он опять сел, он там ледь выскочил опять. А женщины там сидят, когда он уехал. Он что тебе три раза подбегал-то? Я говорю, да что ты хотел сказать мне еще там, обобщить вот это все. Что он тебе три раза подбегал? Он, говорите, вы меня все перевернули. Он мне все свою судьбу, всю жизнь рассказал. Он за два часа прошел оглашение. Да. Вот такое чудо, вот такое чудо явлено было на моей сестре. И мне настолько поразило то, что он мне сказал, так вы ее спасли от ада за семь дней. Вот это его выражение, вот это было, это был шок, это не может быть такого. Но когда сказала, что отмолилась, он тогда как-то маленько уже, ну как бы отошел. А то он отцепенение стоял. Он в шоке был. Его как будто ему ангел открыл вот это знание, что она-то спасенная. Вообще-то лежала уже через день она в кому, ой, на следующий день в кому и умерла, не приходя из этого состояния. То есть она даже подумать не могла. Единственное, вот я хочу единственное, когда я захожу, у меня все ликует внутри. Я захожу, я прям не могу, я думаю, на кухню пройду, я улыбаюсь, а она стонет там. Я зашла на кухню, а она говорит, ты чему там радуешься? Мне так больно, я так страшно, ты чему там радуешься? Ну я уже вышла и говорю, Зина, за одного кающаяся все ангелы ликуют на небесах. Если они ликуют, так я что, у меня сердце разрывается, я радуюсь от того, что ты спасена. Не от того, что ты болеешь и что ты стонешь, а от того, что ты спасена в вечности. А она потом, она вернулась вначале ко мне спиной к стенке, а потом, когда я так сказала, я говорю, ангелы ликуют, а и я ликую с ними. Она тогда повернулась ко мне снова и уже потом не отворачивалась. Вот такое произошло, такое событие прямо, и я с сестрами написала, и написала, знаете, все это описала сестре, которая верующая, и написала Свете, которая знала Зину, все время, снохе своей. И вдруг приезжая сюда, и сноха звонит мне и говорит, я получила, я жила, говорит, на даче там, я получила твое людописьмо. Где-то я писала все-все-все, я напечатала, чтобы им почиталось лучше. Я, говорит, сижу и плачу. И я поняла, что плачет она от того, что она знала Зину, и хоть немножко верующая, что хоть как-то она ходит в церковь. Слава Христу, Аллилуйя! Да. Семнадцатый стих. Семнадцатый стих. Продолжение этой темы. Вот это причастие. Коринфянам продолжить, одиннадцатый главный. Говорите. О том, что говорил Игнатий Тихонович, сейчас просто допомнить можно? Громче только. Одиннадцатая глава, первое послание Коринфянам. Дополните этот вопрос о причастии, о приеме чаши. Апостол Павел пишет, говорит, ибо я от самого Господа принял то, что и вам передал, что Господь Иисус ту ночь, в которую предан был, взял хлеб, возблагодарив, преномил и сказал, примите, ешьте, это тело мое за вас ломимое, это совершайте мое воспоминание. Так же и чашу после вечери, и сказал, это чаша новый завет моей крови, это совершайте, когда только будете пить в мое воспоминание. Ибо всякий раз, когда вы едите хлеб этот, и пьете чашу эту, смель Господь восхищаетесь, доходит придет, поэтому, что будет есть хлеб этот, и пить чашу Господню недостойно, Виновен будет против тела и крови Господней, да испытывает же себя человек, и таким образом пусть ест от хлеба этого, и пьет из чаши этой. Ибо кто ест и пьет недостойно, тот ест и пьет осуждение себе, не рассуждая о теле Господнем. Оттого многие из вас немощны и больны, и немало умирают. 17 стих Один хлеб, и мы многие одно тело, ибо все причащаемся от одного хлеба. Толкование фефилакто-болгарского Предсим сказал, при общении тело, но имеющее общение с кем-либо не есть одно и то же с ним, а иное. Теперь объявляет большее, и говорит, что мы – это самое тело. Ибо что такое хлеб этот, тело Христово? Чем становится причащающееся он его? Телом Христовым. Не многими телами, но единым телом. Ибо как хлеб из многих зерен делается единым, так и мы, несмотря на свою множественность, делаемся единым телом Христа. Единым телом Христа мы делаемся тогда, когда причащаемся, понимаем это, что мы причащаемся страшных христовых тайн. Мы понимаем, что тело Христово положено краеугольным камнем в Церковь Христову. И когда мы это понимаем, когда мы со страхом и трепетом принимаем, достойно принимаем, когда Господь нас удостаивает быть единым телом с Ним. Почему и составляет единое? Как же нам не хранить любви и не быть посему в единении? Бог для того и дает нам свое тело, чтобы соединить нас и с самим собою, и друг с другом. И теперь после этих слов скажите, что одинаково, что в московской патриархии, что здесь. Там кто причащается крови и тела Христова? Тот, кто прибежал с трамвайной остановки, раскрыл рот, не знаю, ой, мне что-то попало в рот. Это одно и то же? Или здесь, когда мы со страхом и трепетом принимаем это тело Христово? Когда здесь исповедь такая, что мы здесь на единении с батюшкой, и в присутствии батюшки мы разговариваем с самим Богом. А там, что стоит и дышит тебе человек, стоящий сзади, ты можешь так же чисто, сердечно и искренне признать свои грехи и огласить их пред Богом в присутствии батюшки, о котором скорее и скорее бы это прошло все. Это общее единение. Общее единение не с миром называется это уже. Дочитаю я еще. Бог для того и дает нам свое тело, чтобы соединить нас с самим собой и друг с другом. Поскольку начальная природа плоти повреждена грехом и утратила жизнь, то Он дал нам свою плоть безгрешную и жратворящую. Но подобную нашей, дабы мы, причащаясь ее, срастворялись с нею и жили по возможности без греха. Не зря написано по возможности, потому что жить в миру и не согрешить практически невозможно. Я сейчас хотела коснуться уже дальше продолжения. Когда я приехала к сестре, к старшей, которая вот верующая, которая на занятия к нам ходила и сюда на службу. И мы стали собираться в воскресенье на службу. Собираемся. Ну я-то одела все, платочек она вот так вот, как здесь. Она говорит, ты что, собираешься так идти? Ты что, собираешься вот так идти? У нас так никто не ходит. И я говорю, интересно, ну как это, никто не ходит. А я вот приду так, как я хожу в церковь, в храм свой. И я во все храмы хожу. И у нас, в нашем храме точно так же одета. Я так приучена. Она говорит, ну ты что? Ну вот одень вот так, как я, вроде того, что завяжи на узелок. Я говорю, нет, Валечка. Я не буду лицемерить, ты меня прости уже, если я тебя так расстрою, но я пойду так, как есть. И оделась. И мы тут через дорогу у них этот, при институте, там храм, ну там внизу им дали место, они там. И пришла я туда, пришла, и мы принесли трехтомник я подарить ихнему священнику. Священнику где-то 42-43 года. Это новый, потому что она дарила раньше, а этому я сейчас принесла. Она принесла, положила там все, все эти там в лавке в этой. Ну и сказала, подошла к священнику. Я говорю, ты что пошла к ней? Она говорит, а я пойду исповедовать. Я пойду исповедоваться нам сказали, что можно вот в воскресенье нам без, я болящая, без причастия. Ой, без исповеди. Я говорю, Валя, ну ты маленько-то хоть скажи, все равно перед причастием это будет недостойно. Потому что ты уже неделю столько грехов натворила. Я ей дорогой пока шла, говорила ей. Она, ладно, ты мне не это самое, в свои порядки не устанавливай. А потом, видно, в храме как-то она расположила сердце. И она подошла к этому священнику, который принимал исповедь, у деточек принимал. И она, вижу, встала в очередь и тоже поговорила с ним. И я говорю, я так это и махнула. Она говорит, ну я там сказала, чтобы он книги примет или нет от тебя вот такие книги интересные, трехтомник, Новый Завет. Но она мне сказала, что он да сказал и все такое. И вот мы стоим, служба закончилась. Мы стоим с Валей. Я книги... Она говорит, ладно, оставим в лавке. Я говорю, нет, Валя, я приехала, я должна подарить. А вдруг он откажется, я должна с ним переговорить. Она, ой, ты какая вредная-то. Она на меня... Ну мы же стоим, он видит, что мы стоим, не выходит, не выходит. Там ни о чем с кем-то разговаривает. Хотя уже разделся. Все, с себя облачение это снял. Потом все-таки вышел я ему вот, говорю, я вот с Крестово-Держинской общины города Барнаула, Салтайского края, я вам хочу подарить Новый Завет по святому... Ну, он сказал, что по фифолакту болгарскому, с толкованием. Он так сразу взял книгу, взял книгу и посмотрел благословение. Я говорю, вы знаете, это книга у патриарха нашего Кирилла, это книга и у президента. И во все... Ну, сказала там, где-где находится. Он тогда залубался так. Залубался. Я говорю, вы возьмете? Он говорит, конечно, конечно. Так руки, так это, конечно. Я ему положила на руки, а потом он так взял и по благословению у него попросила. И пошли. Я говорю, Валя, видишь, как хорошо все устроилось. И никто меня не выгнал за платок. И все, она говорит, ну за платок тебя бы и так никто не выгнал. Что ты уже придумываешь? Ну, как-то тоже сердце у нее расположилось. И мы вот шли с ней вместе. Ну, как-то она расположена была. Хотя она как-то противилась. А потом, когда я начинаю по-русски молиться, на русском языке молитва у меня есть. Она говорит, ой, ты так много лишних слов говоришь. Я говорю, а что такое лишние слова? Я читаю все, что только написано. Тоже молитва, только ты по-славяне. А я по-русски. Она говорит, это лишние слова. Я говорю, лишние слова это от меня. А это молитва на русский язык переведенная. Мне не понравилась молитва на это. За то, что возвратилась, хорошо говорила, сирень тебе. Лайлак. Спасибо. Лайлак. Это по-английски. Приехала с хорошими словами. Двине. Это такой фильм. Поцелуй Мэри Пихфорд. Вот так вот это, смотри. Она поцеловала и отпечатала губ. Так он пластырь наложил и всем тогда открывал и показывал. Ну ладно. Ко мне сейчас брат подходит и говорит. Вот вы сказали мне, позвонили, что ход открылся нам через Турцию. Но я думаю, вот про себя подумал так. Надо же вот от Игнатия Тихоновича мне, говорит, что доверил-то. Какое я у него доверенное лицо. Я узнал об этом, где нам ехать. Прихожу домой, а жена в дверях встречает. А ты слыхал? Нет, вам дверь-то открылась через Турцию. То есть он-то думал, придет он теперь жене, как скажет. А, дескать, в каком я доверие. И площадь-то она знает. Я говорю, так я по интернету скинул. Я не мог удержаться. Вечер наступил, я помолился, а сна никакого нет. Я мучился. Все время, как вот начались смуты-то. Как проехать-то? Как я теряю дни? И вдруг через Турцию открылась. Ну я, конечно, всем сразу все. Батюшке сказал. Интересно, батюшка? Ну вот-то, наконец. И в этот день, как раз, которая в шахтах, Суворов, Павел Николаевич, они с кем-то там поехали, чуть ли не с батюшкой, поехали туда, на границу, в таможню. Там, говорит, ничего, даже забудьте про это. Никакого хода нету. Вообще нету. Запуска нету. Таможню сожгли, ничего нету. Совершенно. Вот. И как Бог открыл-то? И этот ход, который нам открывается, он намного лучше, чем тот, который был бы через Украину. Через Украину мы шли через государства, которые были в прошлом году. А зачем они мне дважды повторно? Я там останавливаюсь. А Турция-то для нас вообще незнакомая. А в Турции-то у меня теперь мыслишки пошли уже. И вдруг оказался в друзьях у меня турок. Я его спрашиваю, ты сходи узнать, примут они нас или нет. Видишь, как Бог делает? Это ответ прямо на молитву. И вот почему на душе так радостно? В Византии побудете. А? В Византии побудете. В Византии-то само собой. Да главное, выходим-то в Истамбул сразу мы. В Константинополь. Вот как Бог взял. Так я, главное, всем сообщил, кому мог-то. Вещь, я наступил, сна нет. У меня сон проходит. Ну, когда что-то такое, большое переживание. А тут именно от радости. Это редкий-редкий случай такой. Такая радость. Дверь открылась. А я весь день сидел, просчитывал все маршруты, когда войти. Заходить нет из Польши в Германию. А там несколько дорог. Через какие государства? Там между собой все говорили. Другие-то люди-то были, где говорят, там лучше, там лучше. Ну, они ищут то, что им надо. Мне-то ничего не надо. Мне надо пролететь и воткнуться в Грецию. А в Греции там еще шпарит и шпарит дофин. От салоников, считай, сколько. И вдруг все разрешается. Мы прям из-под брюши выходим в самую пуповину. Да. Ну, вообще. А там-то, там что, Марина говорит, только через Боснию не ездите туда, Хорватию. А в паромах. В паромах и сразу в Италию, из-за Фин. А на пароме-то они крепко гладят. Вчера мне вам сказали 370 евро. Вообще. За человека? Евро. Я не знаю, на кого, на сколько. Ну, главное, что из нашего кармана. Из Италии? Это из Турка в Херсеньке. А нам еще надо в Данию переплывать. Переплывать теперь из Херсеньки в Таллин. И переплывать из Афин в Рим. Вот здесь вот, путешественник. Ну, у меня там кончили все. Ладно, я отойду снимать. Сейчас я узнаю. Да. Это все уже. Сейчас не ждем вас молиться. Закончили уже. Сейчас послушаем. Вы тут пообедали. Как вот, интересно, как у Бога все выделено. Поделка, а не по лампу. Видно, где нам не скажи. Чудно. Ну, еще один стих прочитаем. 18 стих. Посмотрите на Израиля по плоти. Те, которые едят жертвы, не участники или жертвенника. Толкование. Из самого простого примера научитесь, что совершаемое вами есть общение с идолами, сказал Израиль по плоти, потому что христиане суть по духу. Примечая сие, не сказала бы иудеев, что они общники Богу, но участники жертвенника. Ибо посвященное Богу возлагалось на жертвенника, сжигалось. Но о теле Христовом выразился иначе. Общение тела Христова есть. Ибо мы становимся не участниками жертвенника, но общниками самого Христа. Опасаясь же, дабы слушатели не пришли к той мысли, что как Бог, принимающий жертву иудеев, мог вредить, так и идолы, принимающие жертву у язычников, могут вредить, не приносящим жертв. Вот, присовокупил следующее. Ну и следующий стих придется читать, 19 стих. Что же говорю? То ли, что идол есть что-нибудь, или идоложертвенное значит что-нибудь, и толкование. Я отвращаю вас от идолов не потому, что будто они имеют силу делать ими пользу, ибо они решительны ничто, но потому, что приносимая им жертва не идет к вашему владыке. Посему продолжает. И следующий стих. Нет, но что язычники, принося жертвы, приносят бесам, а не Богу. Но я не хочу, чтобы вы были в общении с бесами. Ну вот так. Избави нас, Господь, от общения с бесами, чтобы не были мы идолослужителями, а чтобы мы были служителями Христовыми. Время истекло. Молимся? Молимся. Галя звонила, про ребятишек спрашивали. Я говорю, это-то, приготовила сегодня манку. Манную кашу в термосе принесла мне. И она лежала, ждала их. Они пришли на нее, как раз ребятишкам манка поела, рыбную там сделала. Ну не моя, моя-то уха такая, там подавится большая собака, косит. Я не даю, а ее дал, там костей нет. А гляжу, это огни, это выбирает по одной косточке, как взрослая выбирает. Я говорю, ты где взяла косточки-то? Я же проверил. А в мясе в этом рыбе-то? Я тогда рыбу тут растолкал, нигде больше нету. И она прям ест, как взрослая. А у нас Валя, у ней 7 ребятишек, она рыбу никогда не давала до совершеннолетия. И у нее никто не подавился, ничего. Ну а потом дальше еще, я им, что мне дали орехов-то на дорогу-то? Я это все распечатал, заначки свои. И в одну тарелку там на кураги, какие-то орехи земляные и грецкие-то. Ешьте. А они за столом-то налопались. У меня как раз при... Игорь Глушков дал сметаны. А это принесла яички, сварила сметку-то. Я им это все на стол. А они на орехи-то уже не смотрят. Сейчас бегают, играют. Посидели маленько. А потом она их оставила, чтобы... Я говорю, ты бы мне-то оставила, я позанимаюсь имя-то. А то ребятишки-то растут. Ну, видно, с ними можно заниматься-то. А памяти-то немного. Я говорю, за столом не склоняйтесь. Вот в левую руку берите кусочек, а на правой вот так вот поговорил. Только сказал, отвернулся, гляжу в сторону кусочек и тарелку носом. Я его опять повернул. А хлеба-то нет, только сухари. Сухари надо мочить. Я говорю, вот так помочил. И мокрый этот сухарь, теперь на него. Они руки мыть. Я говорю, у нас руки не моют. Обтирают. Да, бумажки? Когда оботрете, она говорит, каша попала. А теперь идите моете. Потому что у нас бумаги-то много, а воды мало. И они это поняли. Не наступать на грязное ногами перебывать. Это все сразу поняли. Их надо ввести в этот курс. Молимся. Ну ладно. Тогда и вперед оттуда. 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 Вот, пожалуйста, приверну. Боже, милостью, будь не грешеным. Создавая, Господи, помилуй меня. Бесчиславе, ты грешил, Господи. Прости меня, грешеный и помилуй. Аминь. Отец Небесный, благодарим Тебя за милость, явленную нам. Позволь нам открывать Твою Святую Библию. Вникать в Твое Святейшее Слово. Хвала Тебе. Господи, сохраняйте сердца в сердцах наших, слова Твои, дабы нам не отступить от Тебя, но помнить все, что мы слышали. Быть истинно светильниками Твоими. И наше предлежащее путешествие с благовестием Ты сам освети Твоим присутствием. Пошли добрых людей, препятствия удали. Приготовь сердца людей наших к взаимной встрече. На помощь Твою надеемся. Я просил Тебя, мой Господь, если это не от Тебя, поставь препятствия, которых нельзя перейти человеку. Но Ты открываешь новые и новые возможности. Совершенно незнакомых людей делаешь помощниками нам. Хвала Тебе. Умири мятеж на Украине. В разуме, на старт, убивающих друг друга. Дай им страх Твой святой. Хвала Тебя, Отец, Сын и Святой Дух. Аминь. Спасибо, Христос. Богу нашему слава. Спасибо, Христос. Вот. Ну, не на оператор теперь у нас. Давай. Вот у меня помощник появился. Ну, спаси, Христос. Я пока занимался с детьми. Идет и будешь на сети дома. Свои твои идеи. Надо было сразу подсказать, что как приблизить, как отдалить. Это первые снимки делала крупные. О, все. Так, все.